А сейчас наша задача успеть к розовому озеру. На небе не было ни облачка, а сама вот эта вот скала, она как бы как окутана так облаками, очень прикольно. Я уже где-то приближаюсь к вершине белой скалы. Ну а если вы подниметесь на самую вершину и подойдете к краю этой отвесной белой стены, то перед вами окажется пропасть. Субтитры сделал DimaTorzok Симферополе Мы остаемся в небольшой гостинице, но самая важная вещь, то что она находится в самом центре. Называется она «Простые вещи». Здесь рядышком прямо 10 метров соседние здания. Это рестораны, через дорогу тоже есть кафушка. И прямо буквально там 200 метров, один квартал, и сразу же на центральной городской улице, которая полностью перекрыта. А гостиница все, идем в город. Как и положено любому интересному городу, у Симферополя есть свои тайны. Наткнуться на первую загадку города можно сразу, как только вы прибываете в город на поезде. На вокзале находятся большие часы, которые являются одним из символов Симферополя. На циферблате этих часов располагаются знаки зодиака. Однако, среди них невозможно найти деву, тельца и весы. Зато вместо них можно обнаружить лебедя, змееносца и гонщик псов. Интересно, что эта часовая башня не единственная. Ее копия находится в Сочи, где автор, архитектор Алексей Душкин, оставил аналогичную загадку. Троллейбусная линия Ялта-Симферополь является самой длинной в мире и имеет протяженность 86 километров. Если вы захотите сделать вкусный и качественный перерыв во время просмотра достопримечательностей, рекомендую вам Салон Ду Щекуля. Это, в общем, музей шоколада, где есть и кафе. Можно просто и не спеша насладиться чашечкой кофе с пирожным, посмотреть на оригинальные сладкие шедевры и, конечно, попробовать их. Сейчас наша задача успеть к розовому озеру, оно же Каяшское озеро. Сейчас у нас 2 часа 43 минуты ехать до озера, 2 часа. То есть мы должны там быть где-то к 5 вечера. В общем, я хочу успеть к закату. Я думаю, что должно быть суперкрасиво. Хотя сейчас оно розовое, как я видел по фоткам. Оно розовое. Но сейчас декабрь. Это вот маленький нюанс. И, конечно, все краски меняются в зависимости от сезона. Я предполагаю, что это касается и озера тоже. Понятия не имею, какого оно сейчас цвета. Высохло оно. Осталась ли там какая-то вода. Ну, я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, что нам повезет. Я надеюсь, что мы попадем на закат. Я надеюсь, что оно будет суперрозовое, розовее, чем в любой другой день. В общем, будем стараться. Ну, ребята, в общем, мы приехали к озеру. Ничего тут розового нет сейчас. Обычное озеро, мелкое. Ну, сейчас снимем кусочек. Ну, чего-то суперэффектного. Но мы здесь. Ну, и, конечно, еще одна фишка Крыма. Это, конечно же, розовые озера. Большинству из нас эти озера интересны ради красивых фоточек. Ну, а кто-то едет к ним для того, чтобы исцелиться. Розовый цвет у этих озер из-за водорослей, вырабатывающих большое количество бета-каротина, а также из-за арахеи, одноклеточных микроорганизмов. Каяшское озеро находится между Керчью и Феодосией. Его интересная особенность, что оно практически граничит с Черным морем. Шлина перешейка между озером и морем в самой узкой его части 10 метров. Данное озеро является самым соленым в Крыму, из-за чего его нередко сравнивают с Мертвым морем. Здесь находится белая скала. Белая скала Аккая. Белая скала – это и деревня, и, я так понимаю, что это и сама скала. Мы уже здесь. Очень прикольно, что на небе не было ни облачка, а сама вот эта вот скала, она как бы как окутана так облаками. Очень прикольно, как в дыму в каком-то находится. На белую скалу можно забраться наверх, поэтому вбивайте просто белая скала Аккая, и тогда вы проедете к самому верху. Второй вариант – можно не забираться, а можно подъехать к ней снизу. Тут, честно говоря, все измулевано, вот если смотреть на карту, какими-то тропинками, дорожками. И вот я просто выехал в деревню, белая скала, вот эта. Можно попробовать через речку. Вот, смотрите, вот тут небольшая такая речечка. Можно подъехать через речку и туда наверх, и тогда вы сможете сфотографироваться снизу. Я уже где-то приближаюсь к вершине белой скалы. Мы ехали на машине, ветер сильнейший. Ехали на машине, и стоят знаки, что это природно охраняемый объект, на машине дальше нельзя. Поэтому я поставил машину и уже иду пешком. Еще раз, я уже где-то рядышком с вершиной. Ветер здесь сильнейший дует. И ставил микрофон, чтобы было слышно. Белая скала – настоящая кинозвезда. Она сыграла роль гор Калифорнии в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». Изображала дикий запад в вестерне «Человек с бульвара капуцинов». Техас – в боевике «Всадник без головы». А также выступала в качестве пейзажей вымышленной центрально-американской страны в сатирической комедии «Королей капуста». Сама высота скалы над уровнем моря – 325 метров. Ну а если вы подниметесь на самую вершину и подойдете к краю этой отвесной белой стены, то перед вами окажется пропасть, высотой в 100 метров, где внизу будет простираться долина. Кстати, когда мне было лет 5, как раз вот Ян в этом возрасте, я ездила с бабушкой в Казахстан, и у меня до сих пор эти впечатления в голове яркие. Когда мы в степях видели коровы, перекатив поле всякие, скалы, поры. Мне кажется, у Яна после нашей поездки останутся тоже яркие впечатления надолго. «Королей капуста» «Королей капуста»